всем привет всем хорошего дня и хорошего настроения и сегодня давайте будем что-нибудь готовить я хочу похвастаться снова так как моя помощница так красненькая сгорела я уже говорила что не буду наступать на те же самые грабли не буду покупать образно говоря такую же но купила практически такую же но уже не на балберисе а покупала в магазине мне даже выписали гарантийный талон и гарантия один год ну и вы знаете она будет сделана как бы немножко ну по надежнее мне так кажется правда ячейки вот эти здесь немножко поглубже поэтому в ней готовится немножко дольше и она больше отключается в процессе готовки и при приготовлении она не нагревается так сильно как нагревалась моя так красненькая то есть я уже на не готовила я очень довольна и прямо вообще супер просто супер помощница вот и вот сегодня я буду в ней готовить вафли ну типа вместо хлебушка тыквенные вафли и вы знаете польза тыквы неоспорима конечно кто совсем на строгом кето то я думаю что тыква нельзя но кто на лайтовом кето то тыква тоже приветствуется гликемический индекс тыквы 65 но углеводов здесь как-то совсем мало несмотря на то что она и сладкой там 78 грамм углеводов на 100 грамм и так как я уже ушла с кето я добавляю более такие углеводные продукты и так как я достигла практически своего нормального веса то сейчас для меня главным является чтобы контролировать и удерживать свои сахара в норме я как-то после употребления тыквы измеряла сахар у меня сахар был что-то там 5 и 7 то есть я считаю что это в норме поэтому будем готовить сегодня тыквенные вафли и я взяла 150 грамм тыквы я ее вырезала и мне нужно ее про блендерить и сразу же сюда добавляю 2 яйца и отправляю в мисочку добавляю пол чайной ложечки соли вы знаете не разрыхлитель никаких приправ я добавлять не буду то есть даже не буду добавлять сахарозаменитель то есть это будут такие вафли нейтральные то ли вместо хлеба то ли можно со сметанкой съесть ну как то так и сюда отправляю я кокосовую муку 15 грамм кокосовой нужно добавить и 15 грамм миндальной муки вы знаете у меня кокосовая мука производства беларусь и что самое удивительное что углеводов в этой муке именно в белорусской муке 18 грамм на 100 грамм смотрела какую-то другую муку там было то ли 48 грамм углеводов то ли 63 а здесь вообще приемлемо так и добавляю 15 грамм и 15 грамм миндальной то есть сейчас буду перемешивать и буду уже смотреть то есть консистенция для вафель слишком густая не нужно ну и конечно жидкая тоже не нужно и вы знаете я просчитывала вот 15 грамм той муки 15 грамм той муки и получается калорий 137 на 100 грамм белков 86 жиров 6 и 5 а углеводов 6 и 2 то есть я так понимаю что где-то даже 100 грамм можно съесть даже на ночь и я думаю что это не повредит нашей фигуре вот достаточно больше добавлять не буду ни муки и ничего идеально включаем вафельницу свою помощницу любимую пусть нагревается вы знаете несмотря на то что у нее покрытие я все равно буду немножко смазывать буду смазывать и маслом ну и накладываем и вы знаете аромат такой тыквы ой какая красота так надо только снять теперь ну наверное еще нужно чтобы прожарилась немножко я перевернула и как я люблю свою помощницу вы не представляете я опять начинаю ее хвалить главное чтобы она хорошо работала когда я уже пользовалась вот этой красненькой своей маленькой и я к этому привыкла и настолько это удобно вы не представляете тот у кого ее нет вы не представляете и вы знаете эти вафли тыквенные получится у нас низкоуглеводные и низкокалорийные то есть на 100 грамм всего лишь 137 калорий и 6 углеводов 6 и 2 углеводов это же классно вот красота красота ну я опять буду смазывать хоть немножечко вот так суперская помощница я прям не нарадуюсь на нее и вы знаете вот в этой вафельницы реально дольше готовится то есть она отключается и в этой не горит так как горела в твой немножко буду делать такие посуши ну и также дальше и выкладываю теперь на решетку потому что на тарелке все равно влага с нее выходит так будет она оставать на решеточке красота не могу нарадоваться как человеку нужно мало для радости для счастья приобрести вафельницу и наслаждаться каждый раз приготовки это же прекрасно то есть мы умеем из чего-нибудь делать себе радость это же супер мы сами себе хозяева вот так вот и опять новая красота прелесть удивительно красивые вафельки ну еще две штучки получится и все прекрасно а вы знаете меня сын любит тоже тыкву я ему ну как ни крути я ему не буду готовить там с миндальной муки все равно не едят углеводы поэтому точно так же только я ему приготовлю с пшеничной мукой потому что он сегодня говорит мне мама свари суп с тыквой суп что-то не зашло что-то сегодня не получается меня суп сварить будут вафельки тыквенные вот так и у меня смотрите вот вот такая тыква вот такая вот сегодня 900 грамм тыквы я отправила в духовку запекла и и вот будет тыквенное пюре я его разделю на порции и в морозилку отправлю ну и потом когда надо раз и достал будет быстро и удобно и очередная красота просто а цвет какой прям солнышко красивый красивый штучка и вы знаете такой же вафельки не обязательно стоять над ней можно заниматься какими-то другими делами периодически подходишь переворачиваешь накладываешь снимаешь то есть все просто все быстро экономит наше время не нужно духовкой заморачиваться то есть я опять наслаждаюсь вот этой помощницей своей я прямо прямо в восторге от нее ну и моя последняя красавица вообще идеальная идеально ну и вот смотрите вот столько штучек у меня получилось и вы знаете тесто было 280 грамм а сейчас по весу осталось 235 грамм то есть на два приема пищи прекрасно уйдет и вот так вот быстро мы получили низкоуглеводные малокалорийные тыквенные вафельки их можно со сметаной а сейчас я одну вафельку возьму у меня есть вот такой вот сыр кстати это вообще можно как вместо хлеба можно положить просто сыр сюда и макроволновку вот так вот всем приятного аппетита и мне конечно тоже всем мира добра любви всем пока обнимашки вот это вафельки для сына знаете что парадоксально вес тыквы такой же 2 яйца но муки пшеничной высшего сорта ушло сюда 90 грамм в отличие от того что миндальной и кокосовой на моей вафле ушло всего лишь 30 грамм вот как-то так всем приятного